Ребята из детского сада номер 7 могут ненадолго попасть в будущее. А дело в том, что воспитатели не только следят за ребятнёй, но и знакомят их с миром взрослых профессий. В учреждении всего четыре группы, среди которых есть и группа для деток с тяжёлыми нарушениями речи. Поэтому подход каждому ребёнку индивидуальный. Мы провели с ребятами беседу о том, кем бы они хотели стать, когда они вырастут. Что им интересно сейчас на данный момент. Когда мы провели беседу, у нас родился такой проект, как экспедиция в будущее. Мы решили, что каждый четверг мы будем выезжать в какие-то организации, где ребята будут узнавать что-то интересное и новое. По мнению воспитателей, дети – это люди из будущего. Чтобы познакомить их с взрослой жизнью, работники детсада каждую неделю показывают дошколятам элементы будущего. Так ребята уже побывали в центре одарённых детей «Алые паруса». Там для них провели мастер-классы и показали живого робота. Первая поездка у нас была в центре одарённых детей «Алые паруса» Ульяновской области. Место потрясающее действительно. Дети, когда зашли, сразу увидели этого робота, влюбились в этого робота. И желания отходить от него не было вообще. Столько интерактивных этих вещей, телевизоры, большие доски, на которых они рисовали своими пальчиками. В экспедицию отправляют разных ребят, отталкиваясь от их интересов и увлечений. На каждую новую точку отправляется команда, состоящая из заведующих, воспитателей, педагогов, детей и их родителей. Обычно это небольшая группа из 15 человек. «Нас встречают и показывают нам некие инновационные процессы, новые техники, технологии. Показывают те машины и оборудование, которые будут в дальнейшем встречаться нашим деткам, когда они станут взрослыми». Второй точкой путешествия юных экспедиторов стал «Фок-лидер», где ребята примерили амуницию хоккеистов и увидели процесс заточки коньков. Каждая поездка вызывает у дошколят неподдельный интерес и бурю эмоций. «У меня больше всего понравилось в хоккее, как мы видели большую машину, которая заливает каток». Экспедиция спланирована на несколько недель вперед. Следующая точка прибытия людей из будущего – Симбирская гимназия ДАР.